Ассаламу алейкум, Томсо, Кадыров говорил, что все будут на Камре, а я еще пешком. Где мой Камрив? Алейкум ассалам, Кадыров, насколько я помню, говорил не про Камри, он говорил про Роллс-Ройса. Томсо, какая судьба была бы Ичкерии, если бы Ахмад Хаджи не перешел на сторону РФ? Я могу однозначно, вот прям уверенно сказать, что... То есть вот это вот, вот это мракобесие, которое сейчас там происходит, нигде в мире нет подобного, чтобы... Ну, я не скажу нигде, может где-то есть там, в банановых странах Африки, но в цивилизованном мире такого нет. Значит, начнем мы этот эфир с очень важного объявления для моих зрителей, живущих в России и донатящих на вот эту вот платформу Donation Alerts. И те, кто донатят с российских банковских счетов. Эта информация очень важна для вас, я хочу, чтобы вы обратили на это очень пристальное внимание и прислушались к моим словам. Дело в том, что сегодня я нашел себя на сайте Росфин Мониторинга. Вот так выглядит этот сайт и вот так выглядит моя страничка, что ли, на этом сайте. Видите, под номером 305 я значусь в списке лиц, имеющих отношение к экстремистской и террористической деятельности. Это означает, что все мои активы на территории России должны быть заблокированы. Благо, у меня никаких активов нет на территории России, поэтому блокировать там нечего. Но еще более важный момент, на который сейчас я хочу обратить ваше пристальное внимание, это то, что теперь любая помощь мне, особенно финансовая, может трактоваться российскими силовыми структурами, как финансирование экстремизма и терроризма. Они могут легко любое перечисление, сделанное в мой адрес, квалифицировать как поддержку терроризма. И примеров таких немало. Мы знаем, что есть кейсы в России, где на людей возбуждали уголовные дела за то, что они когда-то там отправили деньги на рытье колодца в Африке, еще на какие-нибудь благотворительные цели. Затем те люди, которые занимаются этой благотворительностью, были объявлены экстремистами или террористами. И после этого, вот эта вот помощь, которую им оказывали, хотя эту помощь оказывали не им, эти деньги перечисляли на благотворительность, но это было квалифицировано как финансирование этих лиц. То есть финансирование их якобы экстремистской и террористической деятельности. Поэтому отныне любые донаты, которые приходят сюда в этот эфир, который отображается здесь на экране, эти донаты, они проходят через российскую систему Donation Alerts. Сервера располагаются в России. Соответственно, у российских этих структур есть доступ к этому серваку. Они могут получить сведения от этой компании о всех транзакциях. Поэтому те люди, которые живут в России и имеют российские банковские счета, которые эти сообщения присылают с российских своих счетов или российских мобильных счетов, неважно. Но если это вот именно российская какая-то система, то больше сюда не пишите лучше. На Donation Alerts не пишите. Если вы все же хотите гарантированно, чтобы ваш вопрос или ваш текст был зачитан, то лучше присылайте его в Суперчат. Сюда, в Ютубовскую систему. Это будет безопаснее, так как Ютуб это все-таки не российская система. К ней такого прямого доступа российские силовики не имеют. Но сюда лучше не пишите. От этого воздержитесь. Мы не знаем, конечно, мы не можем сказать, что это точно таким образом будет использовано. Но никто от этого не застрахован. Поэтому лучше себя перестраховать. Поэтому это сейчас очень важное объявление, на которое я прошу вас обратить внимание. И мои российские зрители не подвергайте себя риску. Не пишите вопросы, которые будут отображаться здесь на экране. Если же, еще раз повторяю, если важно, если у вас есть какое-то важное сообщение, которое вы хотите, чтобы оно было гарантированно, зачитано, прокомментировано, на это я обратил свое внимание, ответил, или просто зачитал, то присылайте это лучше в суперчат на Ютубовскую систему. Да, к сожалению, это не отобразится на экране. К сожалению, все, кто будут смотреть этот эфир, они не смогут это почитать. Но что поделаешь? Я думаю, можно этим пожертвовать ради того, чтобы не подвергать себя опасности. В Казахстане ты не в розыске и не подозреваешься в терроризме, так что, думаю, с Казахстана смело можно отправлять донат. То, что я сказал, это касается только России, только Российской Федерации. Любые другие страны это не касается. Все те, кто живут не в пределах России, не имеют российских счетов, вас это не касается. Вы можете продолжать писать вопросы в чат, чтобы они отображались, точнее, не в чат, а в эфир, чтобы они отображались на экране. Для вас no problem. Но те, кто живут в России, пользуются российскими счетами и с этих российских счетов производят эти донаты и пишут сообщения. Вам лучше воздержаться. Валентин. Тумсо, помоги выйти на Лорда, либо на Хабиба. Я был дрозным по поводу военной помощи Африки. По поводу военной помощи Африки? В Чикатарка мне никак не помогли. Видео у меня есть. Могу переписку с Чикатарка показать. Телефон такой-то ватсап. Валентин, а я стесняюсь спросить, какая тебе нужна помощь от Лорда или Хабиба в том, чтобы оказать военную помощь Африке? И какой именно Африке ты собираешься оказывать военную помощь? Для чего? Каким силам ты там хочешь помогать? Ну и в конце-то концов я тебе помочь как-то выйти на Лорда или Хабиба не могу. Я единственное твои желания могу здесь озвучить. Томсо, привет! Как оцениваешь Яспер Маглот микрофон? А я не разбираюсь, честно говоря, в этих микрофонах ленок. Так что ничего тебе не могу подсказать. Ассаламу алейкум, Томсо. Кадыров говорил, что все будут на Камре, а я еще пешком. Где мой Камре? Алейкум ассалам. Кадыров, насколько я помню, говорил не про Камре, он говорил про Роллс-Ройсы. Типа, мы все будем ездить на Роллс-Ройсах, но говоря мы все, он имел в виду не тебя и не меня. Он имел в виду себя и свою свиту, свое окружение. И действительно, они все ездят и на Роллс-Ройсах, и на других дорогих и крутых машинах. Имеют очень хорошую недвижимость и в Чечне, и в России, и за пределами. Ну, чувствуют себя очень комфортно вообще в этой жизни. Так что обещание он выполнил. Просто нужно было понимать, о ком он говорит, кого он имеет в виду, говоря мы. Это не мы с тобой, поверь мне. Не нас с тобой он имел в виду. Томсо, какая судьба была бы Ичкерии, если бы Ахмад Хаджи не перешел на сторону РФ? Я могу однозначно, вот прям уверенно сказать, что никого сегодня насильно вакцинироваться в республике бы не заставляли. Что-что, этого точно у нас в свободной Чечении делать бы не стали. Я наблюдаю за тем, что происходит в республике сейчас, связанное с этой вакцинацией. И до меня доходят голосовые сообщения Давудова, где он угрожающий там врачам, главам администрации, начальникам РОВД обращается, говорит, типа, если я узнаю, что кто-то там за деньги какие-то справки, сертификаты о вакцинации дает, типа, счастливо жить на этой территории вы точно не будете, даже если будете жить, то это тоже как бы под вопросом. То есть, вот это вот, вот это мракобесие, которое сейчас там происходит, нигде в мире нет подобного, чтобы, ну, я не скажу нигде, может где-то есть там, и в банановых странах Африки, но в цивилизованном мире такого нет. Вот здесь, например, в Европе, это абсолютно добровольная практика, хочешь, вакцинируйся, не хочешь, не вакцинируйся. Даже тут в Швеции у нас даже можно выбирать вакцину, несколько видов тебе дают на выбор. А в республике сейчас просто повально заставляют, принуждают угрозами людей вакцинироваться, не дают, не оказывают каких-то государственных услуг, то есть, получить там паспорт или просто справку по месту жительства нельзя, если ты не вакцинировался. Тебе говорят, ты пришел получить справку по месту жительства, а тебе говорят, есть сертификат о вакцинации, ты говоришь нет, ну, на нет и справки нет. Это вот, ну, я не знаю, как это, пословица есть, опять-таки, русская заставь дурака мылиться, он себе лоб расшибет. Вот, по-моему, то, что происходит с представителями кадыровской власти, им, видимо, где-то там в Кремле сказали, сказали, что нужно бы людей вакцинировать, а они начали себе расшибать лоб. В самой России, даже, ну, в центральной России, там, в остальной российской, на российской территории, к этому подходят как-то более осторожнее. Пытают, да, там тоже пытаются всяческие, всякие, всяких госработников, принудить их к вакцинации, но даже там это делают как-то более осторожно, не так нагло. А эти просто пытаются расшибить себе лоб. Так вот, в свободной Чечении, я уверен, что такого бы не было. Никто бы никого вакцинироваться бы не заставлял. Это была бы абсолютно добровольная процедура, если бы она вообще была. Тумсо, я, конечно, не в тему, но ты не мог бы сказать чеченцам, «Приезжая на море в Дагестан, не плавать далеко в море пьяными, без обид тонут же». Присоединяюсь к этой просьбе. Те, кто приезжают в Дагестан на море, и не только в Дагестан, в любое место на море, и при этом злоупотребляют алкоголем, вы не заплывайте, пожалуйста, далеко, а то вы и тонете. Субтитры создавал DimaTorzok